Сегодняшнее заседание суда. Какое на вас произвело впечатление? Были убедительны все-таки какие-то факты, представленные Генеральной прокуратурой? Или она не является стороной по делу? У меня угнетающее впечатление от этого суда. И там никаких документов Генеральной прокуратуры не было представлено. Документы представила Центральная избирательная комиссия, которая все время совалась, что ей представила документы Генеральная прокуратура. А вот где я взяла Генеральную прокуратуру эти документы? Почему это только к Сиракуте? Кто изготовил все эти документы? В каком месте? Потому что в Белизе невозможно было их добыть, и тем более так быстро привезти. Поэтому там нет никакой доказательной базы. Там есть только желание снять с выбора третьего номера в КПРФ. Это все. Павел Николаевич, ну это не... Ну а что, у нас были сомнения? Ну это очень неприятные обстоятельства. Скажите, вот как у вас хватает сил? Как вы восстанавливаетесь? Музыку слушаете? Давайте. Подождите секунду. У меня всегда, я очень люблю певца такой, Сергей Трофимов. У нее есть несколько песен, которые мне особенно... В близке особенно сейчас. Поэтому я могу, конечно, назвать эти песни. Это и вне закона. Еще одна песня с длинным названием. Ну в общем, не важно. Важно другое. Я вам потом сообщу какая-то песня. Но главное другое. Главное, что... Я же не единственный. Кому-то находки подрасывали. Кому-то подбросили экстремизм, как Николай Николаевич Клатушко. Мне подбросили так называемый аршал. И сделали это грубо, глупо. Скажем так, абсолютно незаконно. Ну и что? Ну да. А что? Кто-то ожидал честной борьбы? Кто-то обещал, что будет лицо? Поэтому, видишь, я вот сижу в аэропорте. Обитаю в Кракасе, чтобы агитировать до наших коллег, до наших единомышленников, КПРФ. Но вы как доверенное лицо продолжаете, да, агитацию проводить? Ну, я как доверенец партии, наверное, буду. Но сейчас я просто как честно. Потому что нам нужно пройти весь путь. А я имею в виду, что через пять дней назначена будет апелляция. Надежда на то, что инстанция примет какое-то другое решение. Они, честно, очень маленькие. Но мне интересно, что же напишет судья решение. Потому что ни одного оригинала документа никто не представит. Что фирма была ликвидирована, это даже подтверждает документы, которые прислал цикл. Поэтому ликвидировать он только хозяин. хозяином, как выяснилось, пришел свидетель, был хмельницей. Причем тут я... Эта фирма была закрыта, ну и перед 17-м году, когда еще никого развода не было. Как судья Гидновского суда, имея документы, фирма закрыта, или разделил, ну, это позор. Он пытается не позор. Ну, конечно, я уже говорил, как-то, что, ну, один из лет назад я прошел, и я тут в первую очередь сначала снял меня с выбора, а потом взял и через два стола года признал свою ошибку. И в результате меня восстановили, правда, с депутатом я уже не был. То же самое будет, скорее всего.